Russian Television Network of America представляет Gazarch News Информация к размышлению Здравствуйте, друзья! В эфире Gazarch News. Информация к размышлению. В студии с вами Игорь Газарх. Мир между Израилем и Саудовской Аравией возможен уже в этом году. Такое заявление прозвучало в кулуарах первого ежегодного международного саммита лидеров так называемых соглашений Авраама, который проходит в Риме и объединяет лидеров более чем 30 стран. Послы, дипломаты, предприниматели, законодатели, ученые и священнослужители из более чем 30 стран мира собрались сегодня в итальянской столице на первый ежегодный международный саммит лидеров соглашений Авраама. Эксклюзивное мероприятие, доступное только по приглашениям и посвященное новым способам укрепления мира и терпимости в духе так называемых Abrahamic Accords – соглашений Авраама. Принимает участие в форуме и президент Всемирного Ликуда и бывший посол Израилев ООН Дани Данон, который крайне оптимистично высказался о недавно избранном правительстве Израиля. «Я принес хорошие новости из Иерусалима», – заявил он. «Первым приоритетом нового израильского правительства будет увеличение числа сторон, подписавшие соглашение Авраама. Первый государственный визит премьер-министра Натаньягу будет в столицу Эмиратов Абудаби, и мы надеемся, что Эрияд, столица Саудовской Аравии, последует за ним», – подчеркнул Данон. «Далее он заявил, что Авраамовые соглашения не были созданы за один день. Самым сложным было презентовать этот план народам. Мы уже много лет контактируем с саудовцами», – продолжил посол. «Я лично работал с ними в ООН по вопросам региональной стабильности и безопасности». «Это лишь вопрос времени, когда отважные лидеры с обеих сторон выйдут из тени, и между всеми потомками Авраама будет достигнут полноценный мир. Я ожидаю видеть соглашение между Израилем и Саудовской Аравией еще в этом году», – подчеркнул Даней Данон. В самом Израиле Беремин Атриягу заканчивает распределение министерских портфелей на пути к окончательному завершению процесса формирования нового правительства Израиля. В ночь на четверг продолжались переговоры о распределении мест в будущем кабинете. Формирование которого практически завершено. На текущий момент известно, что лидер ШААС Ария Дери станет министром внутренних дел, а также здравоохранения. А затем на вторую половину срока он станет министром финансов вместо Бецалеля Смотрича, которому отдан этот пост немедленно. Около 12 министерских портфелей Натаньягу оставляет за соратниками по партии. В сообщениях израильских СМИ предполагается, что Натаньягу назначат Амира Ахана, министром иностранных дел, отставного генерала Юава Галанта, министром обороны, и соратницу по партии Эмири Регев, министром образования. Эли Коэн получит Министерство транспорта, а Исраэль Кац станет министром экономики. Еще два назначенца от Ликуда – Микки Зоар, который станет министром культуры, и Дуди Амсален, которому прочат пост нового спикера Кнессета. Есть еще и проблема с так называемым узким кабинетом безопасности, который, как правило, принимает самые важные и судьбоносные решения в судьбе страны. Натаньягу не хочет его расширять и раздувать на более чем 11 министров, но это может произойти. Пока в этот узкий кабинет точно входят, помимо ликудовцев, лидер Шас Арьедери, лидер религиозных сионистов Бецалет Смотрич и лидер партии «Еврейская мощь», министр внутренней безопасности и Тамар Бенгвир. Тем временем будущий министр жилищного строительства, лидер партии ашкеназов-ортодоксов еврейства Торы Ицхак Гольдкнопф выступил с оптимистичным и сенсационным прогнозом относительно своей сферы деятельности. Отвечая на вопросы СМИ, Гольдкнопф объявил, что он не министр для ортодоксов, а министр государства Израиля. Полагаю, что я способен заметить разницу и знаю, что израильское государство – это весь народ, вне зависимости от расы, происхождения и статуса, а также верований, иронично отметил будущий министр. Лидер ортодокса ашкеназов сообщил, что одно из главных коалиционных требований его партии в реструктуру – увеличение бюджета Министерства строительства и расширение штата, чтобы можно было оперативно начинать застройку в масштабе 100 тысяч квартир в год и более. Новый министр рассказал, что прекрасно знает, какова обстановка с жильем в стране. Я живу не за границей, все вижу и все знаю. Общаюсь и с элитой, и с нижними слоями. Знаю и тех, кто живет по грибах и подвалах. Знаю о кризисе с жильем и среди ультра-отодоксов, и среди светских, когда из каждого подвала устраивают квартиру, – подчеркнул Гольд Кнопф. При этом новый министр строительства смотрит будущее с оптимизмом и уверен, что в самой строительной отрасли Израиля кризиса нет. Я вижу, что по всей стране идут стройки. А мы удвоим, утроим, ушестерим, в 8 и в 10 раз увеличим строительство. Во столько, во сколько надо. Я слышу со всех сторон, что планы застройки уже готовы, надо только начать строить, есть надежные люди в Минстрое, есть еще целая обойма профессионалов и знающих людей. «Думаю, что за несколько лет мы принесем благую весть всему народу Израиля. Вижу, что у людей есть желание застраиваться. Если нужно, мы завезем иностранных рабочих. Будем двигаться в этом направлении. Если надо будет больше, мы попросим больше», – добавил министр. Он также отметил, что уже провел несколько встреч с представителями подрядчиков и застройщиков, а также с мэрами израильских городов. Теперь он намерен, цитата, «изучить ситуацию за месяц или полтора, а затем рассказать всей стране, как собирается действовать». Сотни ультра-ортодоксов устроили беспорядки и перекрыли ключевую улицу Бары-Лан в Иерусалиме, протестуя против прокладки трамвайных путей. На место демонстрации были вызваны крупные силы полиции, которым вновь пришлось применять силу. Жители района Мэша-Арим начали юридическую тяжбу против муниципалитета. Активисты радикальных ортодоксальных группировок Айдая Харидид и Аппелега Ирушальный устроили акцию против Иерусалимского скоростного трамвая. Некоторые протестующие уселись на землю, перегородили движение, и полиции пришлось поднимать их силой. Несколько десятков особо ретивых протестантов были арестованы. Обитатели района Мэша-Арим пытаются любой ценой помешать работе легкорельсового транспорта в ультраортодоксальных районах. К бурным акциям протеста и порчи строительного оборудования теперь добавилась и юридическая тяжба. Около 4 тысяч жителей района подали письменный протест против строительства трамвайных путей через их район. Бумаги были поданы в окружной комитет по планированию строительства столицы. Жители района заявляют, что строительство линии крайне серьезно разрушит характер и структуру района и нанесет вред религиозному образу жизни местных обитателей. Адвокат бывшего премьер-министра Игуда Ольмерта заявил, что компенсация семье Натаньяго за клевету будет выплачена, хотя решение суда не является справкой об их психической нормальности. Два месяца назад суд постановил, что Игуд Ольмерт должен выплатить компенсацию в размере 100 тысяч шекелей семье премьер-министра по иску о клевете. Тогда адвокаты Ольмерта заявили, что намерены опротестовать это решение. И вот на состоявшейся встрече между адвокатами Ольмерта и Натаньяго было принято решение не подавать апелляцию и в ближайшие дни экс-премьер заплатит семье нового теперь премьера. Комментируя это решение, адвокат Ольмерта сообщил, что его клиент по-прежнему считает, что вердикт суда ошибочен. И заявляет, что в любом случае суд не выдал Натаньяго справку о нормальности, а лишь указал, что слова Ольмерта немного вышли за пределы дозволенного. Также обращено внимание, что суд оценил достоинство и доброе имя семьи Натаньяго всего в 100 тысяч шекелей, что по нынешнему курсу приблизительно 30 тысяч долларов. Отмечу, что речь идет об иске, поданном читой Натаньяго в ответ на слова Ольмерта в эфире СМИ, когда он заявил, что Натаньяго и его родственники являются душевно больными. Суд отклонил утверждение Ольмерта, согласно которым он высказывал свое личное мнение и, соответственно, должен быть освобожден от судебного преследования. Форма, в которой делали заявление, не позволяет относиться к ним как к мнению, а вынуждает видеть в этом оскорбление, которое к тому же способствует углублению отрицательного имиджа людей, страдающих от душевного заболевания, говорится в вердикте. Добавлю, что семья Натаньяго требовала от Ольмерта компенсации в размере 820 тысяч шекелей, приблизительно 250 тысяч долларов. Но судья Амид Яриф пояснил, что его решение потребовать от Ольмерта лишь 10% от этой суммы связано с тем, что конфликт с Натаньяго произошел якобы на почве политической борьбы. Легкое наказание продиктовано желанием избежать ситуации, при которой будет иметь место охлаждающий эффект, способный повлиять на готовность людей пользоваться свободой. Слово говорится в судебном вердикте. На сегодня это все. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго и до завтра. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова